Добро пожаловать на фестиваль манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей манны. Поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. Секреты из того света. Я назвал сегодняшнюю проповедь «В четырех секундах от вечности». Я расскажу вам несколько удивительных историй, смешая их со Словом Божиим, чтобы показать вам удивительную картину одной из самых интересных тем Библии. А именно, что происходит, когда человек в коме, и он не спасен. Что происходит, когда человек понимает, что смерть уже близко. Что происходит с человеком, когда он умирает, и сколько времени проходит между. Остановкой сердца и выходом духа и души из тела. И может ли человек, не знающий Бога, как-то покаяться в тот период, когда он понимает, что умирает? Сегодня вам не захочется переключаться. Я нахожусь в прекрасном археологическом парке в Иерусалиме. И вместе со мной большая группа туристов. Несколько лет назад я был в Дилейне, штат Флорида, в церкви Майка Коумэна. Майк, мой близкий друг, после одного из собраний, по приглашению одного из людей из церкви, он сел в самолет, который использовался для разных показательных выступлений. И вот пилот сидит впереди, а Майк за ним. Когда они взлетели, штурвал заклинило. Я летал на частных самолетах, поэтому знаю, что это значит. Штурвал заклинило, а это значит, что самолет летит только в одном направлении. Пилот сказал, Майк, мы разобьемся. Они были в 300 метрах над землей и поняли, что они разобьются. После Майк рассказывал мне, что у него было примерно 4 секунды с момента, когда он узнал эту новость, до того, как самолет разобьется о землю. Я спросил, что тогда пронеслось в его голове, и он ответил, когда ты понимаешь, что умираешь, думаю, так же происходит и во время аварии, в голове включается жесткий диск. В тот момент я вспомнил всю свою жизнь. Что? Ну, ты знаешь, я не могу это объяснить. Я увидел момент в своем детстве, когда я сказал маме, что я не люблю ее. Затем я подумал, что пропущу о выпускной дочери. Вспомнил о чеке, который я забыл подписать. Обрадовался, что застраховал свою жизнь. Но как можно было подумать обо всем этом за 4 секунды? Человеку это невозможно. Но перед самой смертью, будто бы вся жизнь проносится перед глазами. Тогда скажи, за эти 4 секунды, если бы ты не знал Господа, ты мог бы вызвать к Нему и сказать, «Иисус, прости мне мои грехи и прими меня в свое царство». И он ответил, «Конечно же мог». Предположим, кто-то едет ночью на машине, видит встречную машину и понимает, что будет столкновение. Всегда есть время между этим осознанием и моментом, когда Дух покидает тело. Любой человек, имеющий библейские знания, вот почему важно, чтобы вы продолжали сеять семена в сердце людей. Если у вас есть неспасенные знакомые, то скажите им, «Мне нужно 5 минут твоего времени и твоего внимания». В твоей жизни может наступить момент, когда ты поймешь, что жить осталось лишь несколько секунд. И если ты живешь неправильно, то скажи, «Иисус, я каюсь, прими меня в свое царство». У нас в Штатах есть призывы к покаянию, где мы ведем людей в молитве покаяния. Почему мы так делаем? Из-за принципов послания к римлянам, «Попроси, поверь, а далее исповедуй». Это библейский процесс входа в отношения с Господом. Мы просим Иисуса войти в нашу жизнь и простить наши грехи. Мы верим всем сердцем, а потом исповедуем, что мы спасены. А вы знали, что многие люди, которые выросли в церкви, сейчас живут в зависимости от алкоголя и наркотиков? Но если вы спросите у них, верят ли они в Бога, они скажут, «Да, конечно, я верю. Я постоянно их встречаю». Вы верите в Бога? Да. Верите, что Иисус, Сын Божий? Они говорят, «Конечно». Но проблема в их зависимости. Когда человек умирает, будучи в зависимости, мы сомневаемся в том, куда он пошел. И я покажу вам очень важный стих из Писания. А в Библии сказано, «Разве вы не знаете, что ваше тело — храм Божий, и Дух Святой живет в вас?» А затем сказано, «Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог». Потому что храм Божий свят, а храм — это «вы». После этого я получу гневные письма, но для этого у меня есть секретарь. Слава Богу, в этом нет ничего плохого. Просто я получаю тысячи писем каждую неделю. Я рос в полноевангельской церкви. Если человек курил, то мы приговаривали его к смерти. Я так это называю. Дым, исходящий из его уст — это как дым из гиены огненной. Поэтому в детстве я думал, что курильщик не может быть спасен. Курение — это не чистая привычка. Человек не должен этого делать, потому что это сокращает его жизнь. В том стихе сказано, «Если кто-либо разрушит Божий храм, того разрушит Бог». Мы решили, что под разрушением имеется в виду ад. Но это не так. Я провел изучение греческого слова «разрушит». Оно не означает «приносить разрушение». На самом деле там написано так. «Если вы делаете что-то, что скверняет ваше тело и разрушает его, то Бог не будет этому мешать». А вот что там сказано. Иными словами, «Если вы заработали рак от курения, то вы не можете винить в этом Бога». Если вы наркоман, и у вас передозировка, то это означает, что Бог не будет вмешиваться. Я не говорю, что вы не можете получить освобождение от этого. Но очень часто мы смотрим на проблемы людей и объявляем им приговор, не зная, что у них в сердце. Я не пытаюсь оправдать слабости и зависимости, но я хочу вам что-то показать. Вспомните разбойников на кресте. Один из них говорил, «Сойди с креста, спаси себя и нас». А второй сказал всего лишь, «Господи, вспомни обо мне, когда придешь в свое царство». Вот вам наша часть. Он попросил Господа принять его в царство и поверил. Но Иисус не говорил, «Повторяй за мной, я грешник». «Да, я грешник». «Я не насмехаюсь ни в коем случае. Лишь хочу донести кое-что до вас». К Иисусу приходит богатый юноша и говорит, «Что мне сделать, дабы унаследовать вечную жизнь?» «Соблюдай заповеди». «Но я уже делаю это». «Хорошо, тогда отдай свое имущество бедным». «Нет, я так не могу». И он ушел опечаленный. Интересно, что Иисус не сказал, «Если хочешь войти в царство, произнеси молитву покаяния». «Он уже соблюдал заповеди». «Вы следите за ходом моей мысли». «Он уже соблюдал заповеди и верил в Бога». «Он явно поверил в Иисуса, раз пришел к Нему, но он не мог сделать то, что велел ему Господь. И поэтому он ушел опечаленный». «У меня были друзья, которые погибли в авто или авиакатастрофах». «Не буду называть имен, но оказалось, что кто-то из моих родственников годами торговал наркотиками, и этот человек пришел к Господу». «Мой отец говорил ему о Боге». «Он говорил ему об этом, и тот принял спасение». «В итоге он был убит». «Полиция считает, что его задушили подушкой». «Все годы своей жизни этот человек не служил Господу». «Но когда отец спрашивал его, «Ты веришь в Бога?»» «Да». «Ты веришь в Иисуса?» «Да». «Перед смертью этого человека отцу приснился сон, что у того человека был крошечный чемодан, и он готовился отправиться в путешествие. Мой отец спросил его, «Куда собираешься?» А он ответил, «Мое путешествие приближается к концу». «А что в чемодане?» Человек заплакал и сказал, «Я ничего не сделал для Бога, но одно я сделал правильно, и когда я предстану перед ним, то он благословит меня за это». «Вы готовы?» «Та одна вещь» — это то, что тот человек привел моего отца к Господу. Итак, этот человек в пустую растратил свою жизнь, а мог бы иметь так много вечности, но отец привел меня к спасению, а я привел к спасению миллионы людей. Это как пирамида Эмвей. Он привел отца к спасению, а отец привел меня. Я знаю, что тот человек пришел к Господу, потому что он покаялся и пригласил Иисуса в свою жизнь. Послушайте. Я не уменьшаю значение молитвы покаяния. Да, человек должен исповедовать Иисуса Господом всей своей жизни. Я продолжаю призывать к покаянию. Я все еще верю в выход вперед для молитвы. Я также веду людей в молитве. Почему? Потому что некоторые люди не умеют молиться. Цель молитвы покаяния — научить людей молиться. Я использую эту молитву. А как насчет тех людей, которые выросли в церкви и знают Господа, но никогда официально не произносили молитву покаяния? Что происходит с ними? Когда они в четырех секундах от вечности. У Ричарда Мэдисона, который сейчас уже с Господом, была верующая и молящаяся мама. Он много лет сидел на наркотиках и торговал ими, а затем попал в ужасную аварию. В результате этой аварии он впал в кому. Я лично слышал эту историю. Ричард был моим другом. Он впал в кому. Его отвезли в больницу и подключили ко всем аппаратам. У него было сломано практически все — ребра, спина, ноги, и это было ужасно. Доктора сказали его маме, «Вам лучше отключить его. Если он выживет, то будет как овощ. Он не сможет ни ходить, ни говорить». И мозговой активности тоже нет никакой. Мама сказала, «Я не буду его отключать, потому что не знаю, как он умер». Ричард рассказывал мне, «Я в больнице, в коме, но время от времени я слышу разговоры рядом со мной». Павел писал, «Покинуть тело — это поселиться у Господа». А во втором послании Коринфянам в 12 главе он писал так, «Я попал на третье небо, в теле или вне тела, я не знаю, в теле значит, что возможно». Это было видение. Если мы вернемся на 14 лет назад, то где был Павел? В деяниях апостолов сказано, что он был в Листре, где его побили камнями и оставили умирать. Они решили, что он уже умер, и все. Павел говорит, «Я не знаю, было ли это, видение, или я покинул свое тело тогда и умер, но я был на третьем небе и видел рай. Я видел столько всего, что даже не рассказать». Так он написал во втором послании к Коринфянам в 12 главе. Итак, Мэдисон был в коме. «Ваши дух и душа — часть вашего тела». И когда они выходят из тела, то очень похоже на вас. Ричард рассказывал, что выходил из своего тела и стоял в коридоре больницы и смотрел на проходящий мимо медперсонал, а они его не видели. А еще он сказал, что видел, как его мама в платье определенного цвета зашла в часовню и начала молиться. «Не дай моему сыну умереть, пока я не буду знать, в каком он состоянии». А он стоял там и думал, «Мама, я же здесь». Мама повернулась и сделала одно из пятидесятнических движений. Она оглянулась, а потом продолжила молиться. Я прикоснулся к ней, но она меня не слышала и не чувствовала к большому удивлению до перов. Ричард вышел из комы. Его мозг не умер, и он много лет проповедовал Евангелие. Он умер совсем недавно. Ричард слышал, как мама молилась за то, чтобы он пришел к Господу. Он рассказывал, я знаю, что теологически это никак не подтвердить, но он сказал, «Как только я вышел из тела, я сказал, «Боже, спаси меня, не позволь мне умереть и пойти в ад». Я не говорил этого слух, а думал об этом, но мои мысли выходили из моих уст. Я знаю людей, которые впадали в кому. Так было с моим дедушкой. Мой дедушка, которого звали Джон Бейбер, был мне как второй отец. Я очень его любил. Он написал и выпустил сотни песен. В детстве он был моим героем. Мой дедушка. Я проповедовал в Кении. Пэм позвонила мне и сказала, «Дедушке сделали операцию, но он так и не пришел в себя». Затем я отправился в Замбию, где мы проводили крусейд, но оттуда мне пришлось улететь домой, Потому что доктора сказали, что в мозге закупорка сосудов, и его мозг уже умирает. Пэм рассказывала, что они разговаривают с ним. Я спросил, «А что происходит на мониторе сердца, когда вы с ним говорите?» Она ответила, «Когда мы говорим с ним и включаем музыку, его сердце начинает биться не 40, а 60, иногда и 70 ударов в секунду. Это значит, что он все еще в теле, потому что он вас слышит». Доктора не могли понять, почему он не умирает. Им объяснили, что у него есть внук-проповедник, который сейчас в Африке. И доктора сказали, «Он не умрет, пока не услышит голос своего внука». Я приехал туда, попросил всех выйти из палаты, и начал говорить с ним. Его сердце стучало, доктора говорили, что его мозг мертв. Мозг это часть тела, но душа отделена от мозга, потому что дух и душа вечны, и они покидают тело после смерти. И доктор сказал, «Подойдите к его уху и поговорите, потому что и вы будете от этого в восторге». Последние исследования показали, что последним у человека умирает слух. Что? Да, слуховые нервы не отключаются. Даже если человек не может открыть глаза, не может пошевелиться, доказано людьми, которые вышли из этого состояния, что в этом состоянии они могут слышать, поэтому говорите с ним. «Когда я виделся с ним в последний раз, я сказал ему, «Дедушка, мне нужно идти». И у него потекла слеза. Он не мог открыть глаза и не мог пошевелиться. Вскоре после этого он умер. Я говорю это для всех тех, кто слушает меня сейчас. Если ваш близкий попадает в аварию, и вы не уверены в его дальнейшей судьбе, вы думаете, «Я растила его в церкви, он знал Господа». Послушайте меня. Мозг может уже не работать, но дух остается в теле до тех пор, пока бьется его сердце. Если сердце все еще бьется, то неважно в каком состоянии человек, потому что жизнь тела в его крови. Жизнь тела находится в его крови. Если сердце все еще, бьется, особенно если вы наблюдаете за монитором сердца, если вы наблюдаете за монитором и видите изменения, когда вы говорите, то это означает, что дух и душа еще не покинули это тело. Послушайте, вы еще не мертвы, если ваше сердце остановилось. Многие люди переживали сердечные приступы, но при этом они ничего не видели. они не покидали свои тела. Почему же так? Потому что дух и душ были все еще в теле. Если сердце останавливается, его нужно перезапускать, то это не значит, что дух и душа покидают тело. Мы зашли очень глубоко в этих мыслях. В книге Экклесиаста используется метафора смерти. Там автор говорит о разбитом кувшине и водяном колесе. Затем он говорит всего одну фразу. Уверен, вы ее вспомните. Когда разорвется серебряная цепочка, тогда тело вернется в землю. Откуда оно и было взято, а дух вернется к Богу, который дал его. Когда мы с вами родились, то пуповина, которая соединяла нас. Разве не любопытно, что она именно здесь? Откуда потекут реки воды живой, вспоминайте? А в притчах сказано, что дух человека это светильник Господень, исследующий все глубины его существа. То есть дух соединен именно в этом месте. Когда обрезается пуповина, вы становитесь отдельным человеком, отделенным от своей мамы. Люди, которые были при смерти, видели, когда выходили из своего тела, что дух присоединен к телу крепкой цепочкой и проводом. Вы умираете лишь тогда, когда этот провод перерезается. Если провод отрезан, то вы уже не вернетесь. Я не часто рассказываю такие истории, потому что не хочу насмешек над святым духом. Много лет назад я проповедовал в одном месте, и у меня были такие переживания, будто бы я умер. Я вышел из тела, и когда я оглянулся, то увидел красивый, тонкий, серебристый провод, соединяющий мое тело со мной. Я схватился за него, и вдруг услышал голос, «Если ты его выдернешь, то не сможешь вернуться». Я остановился. Потом я вдруг начал молиться и вернулся в тело. Я не знаю, что это было, смерть или просто видение, как и говорил Павел. Я хотел бы подытожить такими словами. Продолжайте сеять семена в своих близких. Говорите им, даже если остается всего несколько секунд, просто скажи, «Иисус, прости меня». Но давайте вернемся к разбойнику. «Вспомни меня, когда придешь в свое царство». Это все, что он сказал. И Иисус ответил, «Сегодня ты будешь со мною в раю». Бог не желает, чтобы кто-то погиб. Так говорит Библия. Он так полюбил этот мир, что отдал. И лучше всего жить служа Господу, чтобы не пришлось переживать о вечности. Не забывайте о покаянии, когда поступаете неправильно. Просите Бога о помощи. Всегда любите Иисуса и помните, мы судим людей по внешним проявлениям, а Бог всегда смотрит на сердце, которое вы не можете видеть. Он знает их проблемы и трудности, и когда они взывают к Богу, иногда они возвращаются к своим грехам и зависимостям, но когда они взывают к Богу, Бог смотрит на намерение сердца, и каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Поэтому всеми силами будьте честными с Богом, не забывайте о покаянии, а когда будете нуждаться в нем, призовите его. Я обращаюсь именно к вам. Вы никогда не забудете это послание из Иерусалима, оно сильное. Ну, а наше время уже подошло к концу. Спасибо за то, что были с нами, досмотрите нас до конца. У нас есть для вас специальное предложение. А я вернусь к вам через минуту. Пэристоун написал и выпустил книгу «Новое время для ангелов». В своем исследовании Перри ответил на эти вопросы. Есть ли ангел рядом со мной? Почему они выглядят как люди, а не как крылатые ангелы? Как зовут ангела исцеления, о котором учила церковь? Приходит ли ангел смерти к умирающим, чтобы забрать дух? Помогают ли ангелы биться с бесами, атакующими семью? Дозволяет ли нам Бог просить ангелов открыть истину неспасенным? На эти и другие вопросы Перри ответил в книге «Новое время для ангелов». Глобальная деятельность пророков активизирует служение ангелов в эти дни через видение и сны, узнайте в 19 главе «Бытия» о том, как ангелы появляются в облике людей. Перри включил в издание 21 вопрос об ангелов, включая случаи, когда животные могут видеть ангелов или ощущать их. Перри написал, как родителям молиться об ангельской защите над детьми. Данное издание содержит 12 динамичных глав, где исследуются потрясающие грани истины, которые дадут понимание в вопросе об ангелах. При заказе книги вы получите диски с учением Перри «Как отразить самые жестокие нападения сатаны». Автор расскажет о том, как одолеть депрессию, духовный гнет и мысли о самоубийстве. Дорогие зрители, закажите новую книгу вместе с набором из дисков онлайн по ссылке, которую вы видите на экране, или позвоните по телефону, который мы представляем вашему вниманию здесь. Кодовое слово ANG131. Отправьте нам пожертвования в размере 30 или более долларов и сделайте этот запрос. Уважаемые телезрители, пожалуйста, не забудьте записать адрес служения Перри Стоуна, который вы видите на экране. Мы ждем ваших заказов. Вы когда-нибудь видели, как ваша собака ощущает кого-то в доме, хотя никого кроме вас нет? Она может стоять у окна и лаять или лаять в комнате. Я покажу вам в этой книге на основании Библии, что Бог открывает глаза животных, особенно домашних, позволяя им заглянуть в мир духов. Вы скажете, я никогда не слышал о таком. Об этом говорится в Писании. Это самая интересная книга об ангелах, какую вы только читали. Я гарантирую вам это. Это здравое библейское учение, в котором вы найдете невероятные истории. Обязательно закажите это предложение, чтобы фестиваль Манны и дальше выходил в эфир. Закажите это сегодня. Мы с радостью вышлем его вам. Я советую вам посетить мой сайт, адрес которого вы видите на экране и посмотреть на наше расписание. У нас будет много интересных служений в январе. Следующий год начнется активно и нам нужны ваши молитвы. Мы верим, что Бог желает послать пробуждение в США, если люди готовы к Нему. Я хочу, чтобы вы не забывали, что в книге Иаиля сказано, что в последние дни Бог и зальет Свой Дух на всякую плоть. Сыновья и дочери будут пророчествовать, старцы будут видеть сны, а молодые видения. Бог говорит, что и зальет в эти дни от Духа Своего. Грядет великое излияние для сыновей и дочерей молодых людей. Я верю, что Бог коснется этого поколения, чтобы излить Свой Дух. Независимые баптисты, харизматы, методисты и так далее собираются вместе. Мы поняли, что являемся телом Христовым. Мы должны сотрудничать, потому что вместе будем на небесах и Новой Земле. Я верю, что Бог ждал этого поколения, потому что молодое поколение смотрит на отношения. Они не спрашивают, в какую церковь ты ходишь. Бог ждал нужного времени, чтобы излить Свой Дух на всю плоть сыновей и дочерей. Я призываю вас посещать разные места, церкви, конференции, где движется Дух Святой. Там Дух Святой крестит вас и вы получите Его дары. Нет ничего лучше силы Божией в вашей жизни, которая поможет вам молиться, поклоняться и следовать за Господом. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok